YouTube, приветствую вас еще раз на своем канале, продолжаем с вами делать обзоры. Девчонки, мои дорогие, там такое название у Пэддички на канале вышло. Переживает, боится ехать на моря, думаю, ну что-то интересненькое собираются люди, сейчас посмотрю. Така нудота! Ребят, вы меня простите, не буду я на него делать обзор. Ну просто АБ, дорогачки, ну такие нудные, тошнотворные, то стены свои показывают, то виноград. Это Милена ходит, как привидение, Боже мой, я все смотрю на этого ребенка и думаю, Господи, хоть бы она не заснула на ходу, бы сейчас перечипаться в ПД и будет спать и хрюкать. Господи, ну что вы такие, просто какие-то серая масса, ребят, не буду, не буду, не хочу я на них делать обзор. Та-да-да-дам! Итак, обзор на видео с Амвелой Адамяной, посылочка. Девчонки, мы же с вами все любим, да, обсудить, обосрать. Давай, я буду культурно это делать, я буду стараться. Посылка. Девушка Виктория с Украины, насколько я поняла, но в Америке сейчас, в Нью-Йорке, находится, или она к родителям поехала, или родители к ней поехали, не суть, не об этом речь сейчас. В Херсоне кто-то там из них проживал. Ну, прислали посылочку. Севка, рады! Радонький, что дурненький. Вот, кстати, почему я так сказала? Не потому же. Сева, Сева, стопэ, не думай. Я уверена, что ты умный чувак. Ну вот внешний вид твой, когда ты приоделся, облачился в эти обновочки из посылочки, меня убил напрочь. Ну, Васька, дурачок из песочницы с совочком. Ну, правда, детский сад на прогулке. Я об этом еще поговорю. Давайте с самого начала начнем, да? Распечатал коробку, рюкзак для туриста. Кстати, рюкзак неплохой. Ребята, кто путешествует в самый раз, главное там качество какое, но рюкзак очень даже может пригодиться. Что мы видим, девочки? В общем, самое первое, открыточка котик с глазками, которые бегают. Вы стебетесь, да, все, продолжаете из степки издеваться. Ой, боже мой. Собрали барахло, все, которое было. Выслали, денег потратили. Не, ну а что? Если какое-то баблишко там у людей есть, а почему бы и нет? Не зарисоваться, не засветиться у Самвела на канале. Я сейчас как-то спокойнее к этому отношусь. Открыточки, боже, открыточки. Сева радуется. Самвел, продолжаешь роль играть. Ну, зачет, зачет. Молодец. Половина зрителей, я думаю, поверят в твои радости. И почему-то очень даже уверена, что 85% наполнения, да, этой посылки ты выбросишь к чертовой бабушке на мусорку. Памперсы с надписью «Красивой девочке». Такое, мне кажется, унижение для женщины. А это радуется. Ой, цемини, цемини. Да тебе, тебе, тебе. Засцыка, сыруха, это все тебе. Но такая тема, вот Самвел, я уверена, что ты знаешь. Ну, у вас же так принято, все грязное белье, выворачивать наизнанку, людям все демонстрировать, показывать. Поэтому и я за собой оставляю право комментировать. Вы же показали. Унижение. Старый человек. Недержание. Об этом не обязательно говорить всем своим зрителям. Демонстрировать. Памперсы. Это нужное дело, сказал Самвел. Это все пригодится. Зачем нам это знать про ваши памперсы? Потом обижаешься, люди стебутся, шутят на эту тему. Этот памперс вы еще и демонстрируете в трусах у мамки. Ребят, ну так же нельзя. Вот бы, знаете, я так фантазировала себе. Взял бы и поменял контент с точностью на 180 градусов. Да. Вот с точностью наоборот. Сейчас раз. Вот мамка была такая пошлая, расхлябанная, бескультурная, беспардонная хабалка. А тут хоп, и такая культурная бабушка. Не надо платочки на голову вязать. Ну такая степенная, элегантная, интеллигентная, где-то молчаливая. Вот бы в Севосадок выпали. А, Сева, я тебе тему подкидываю, дарю идею. Ну хоть на одно видео. Ну за колдебень ты такой контент. Мне так интересно посмотреть. Вообще смогла бы Васильевна сыграть такую роль? Вы же там кричали криком. Из нее такая бы актриса получилась. В нашей молодости хотела поступать на актерский. Да, я булаб, я такая актриса. Ну сыграйте. Ну вот это было бы очень интересно. А памперсы демонстрировать и унижать вот так свою мамашу, ну не стало бы, правда. Но это Самвел Адамян, ребят. Дальше. Картины. Картины мне вообще не нравятся. Я такое не люблю. Я же только про себя, девочки. Я только про себя говорю. Вы можете свое мнение высказывать, а я про свои ощущения. Для меня это Мазанына абсолютно не картина. Вот это вот ярко вырви глаз я не люблю. Я всегда люблю что-то такое размытое, спокойное, полутона. Вот такая тематика для меня заходит. Колясик нахвалю я, нахвалю я. Видать, что-то ему понравилось. Ну подари ему на игре. Ну дай ему. Все равно я уже поняла и услышала, Самвел у себя в квартире это вешать не будет. Правильно Самвел, не надо такое вешать. Вообще, на камильфу. Ну не катит. И вот эти вот, что больше всего меня бесит, эти дешевые, сраные, пластиковые рамки. Отвратительные. Еще с этим золотавеньким оттеночком. Прямо фу-фу-фу, ребят. Не годится. Платечко. Оце-ту-би, мама. Оце-ту-би. Желтое, шифоновое. Но это точно не шифон. Какой-то ацетат, стекло, химия, синтетика. Ничего там дорогостоящего нет, потому что шифон это дорого. Это не шифон. Ну такая цыганказа. Ой, я как красивый, длинненький. Я так и хотела. Ой. Бегом одевать. Ну и как обычно. Ребят, нам же с вами не привыкать. Надеть она правильно не смогла. Это платье сзади. Все в трусах осталось. Ноги голи. Жопа просто светится. Колясику, как обычно, смешно. И давай крутить мамку, как цыган солнцем. Вот повернись, повернись. Надо было шкарокатицу обязательно всем продемонстрировать, чтобы еще раз все поржали, посмотрели на мамку в неглиже. Ну а как же? Эта тема никак в стороне не остается. Про нее наши главные герои не забывают. Ребят, свое мнение сказать, да? Я бы не стала на свою маму такое надевать. Куда в нем ходить? Ну к чему? Ну, 74-летние бабки, вот эти валаны, вот эти рюшики, ну не годится. Ну в ресторан пойти в нем, ну как-то пошловато, я не знаю. Ну куда? Единственное, где я могу, вот как бы представить себе возрастную бабушку, вот допустим, Татьяну Васильевну, в этом наряде, ну где-то вечером на берегу моря, в этой соломенной шляпке и в этом платье, чтобы она прогулялась под ручку с сыночком без палочки. Вместо палочки сынок поддерживает под руку маму. Медленным шагом, такой променад, вечерком, не днем, когда жарит солнце и все обливаются потом, и этот ацетат все к тебе прилипает. Нет, когда прохладно, вот эта шляпка, вот еще. Ну сколько таких моментов может быть в жизни Василия? Да ни одного, ну правда. Надо ей это платье? Да нет. Ну куда? Ну куда в нем? Ребят, ну я вот так вижу. Вы напишите в комментах, как вы по ощущениям вашим восприняли такой подарок. Для меня, ну это барахло, ненужное, оно не будет востребовано абсолютно бабушкой этой. Шо там ше в сумке? Ребята, ну я же бы вам забыла еще сказать про восхищение самой Татьяны Васильевны самой же собой, да? Вот это вот движение. Вот. Я же не могу продемонстрировать, потому что я сижу. Во! Семьдесят четыре года, а талия яка, а фигура яка, да? Васильевна, у вас обычная фигура, просто вы нежирная. Там нет уже у вас никакой талии, мы вас видели голой в трусах, в лифоне, у вас нет никакой талии, у вас пузо сразу из-под груди, из-под сисек вырастает. Страшные ноги, вы старый больной человек, нет у вас никакой фигуры. Я впервые об этом говорю, но как-то мне, ребята, уже не очень хочется слышать про эту фигуру и про эти лживое восхищение. Самой собой у Татьяны Васильевны, понимаете? Там нет никакой фигуры, нет, вот абсолютно напрочь. Кстати, заглянула к Диане на канал, я люблю вот эти вот все ремонты, вы уже знаете, кто долго со мной на канале, она там только мод красила, перекрашивала свой. Теперь они стенку там в зале разобрали, обои будут или снимать, или менять, или красить, неважно, да? И я посмотрела, Ира там была, кстати, у Иры талии тоже нет. Вот она стоит на кухне, вижу Ирина, в желтом платьице там таком, и подпоясана каким-то шнурочком ровненько. Талии, как таковой, ее нет. Мамка, у вас тоже талии нет. Давайте правду говорить, я не против Иры. Ира мне нравится, она миниатюрная такая женщина. У нее есть симпатичные наряды, которые мне тоже нравятся. Мне нравится, как она выглядит, я уже сто раз говорила, как хозяйка, как жена, как мама, как бабушка Ирина. Замечательно, не нападайте, все это я прекрасно понимаю, с вами согласна, но я сейчас про фигуру. Вот Адамяны все выхваляют себя, выхваляют, где ваша фигура? Просто вы не жирные, у вас нет жира, да? Вот жир не висит у вас, через резинку трусов сверху не свисает. На этом все, точка. У вас нет фигуры, у вас нет талии, у вас ничего этого нет, отсутствует. Поэтому не надо врать. Восхищалась этим платьюшком, этой фигурой и дальше фразочка. А шо там дальше в рюкзачке, самвелка? А шо там? Хватит, Васильевна, ваши подарки закончились. Памперсы, платья выслали? Хватит, достаточно. Футболочки. Детского размера. Дешевка такая, просто катастрофа. Кепочка эта, бейсболка. Мне понравился Севкин вопрос. Ну, я на як дурачок? Нет, самвел, прости. Но именно в точку. Вот дословно. Вот як дурачок. Не носи, пожалуйста. Шей с котиком. Ну, дебилизм какой-то. Ну, дебилизм. Вот нафига, вот нафига с котиком она не держит форму, эта бейсболка? Ну, правда, как с дурдома. Ну, какой-то дурдом на выезде. Вот эти вот детки какие-то, да, которые больненькие. Не надо тебе такое надевать и такое носить. Есть уйма одежды. Я помню, когда он в Днепре, по-моему, в прошлом году или когда, покупал очень много красивых линяных рубах. Есть классные штаны. Вот такую одежду нужно носить. Тебе с твоим достатком, с твоим доходом. Вот тебе такое нужно носить. Уважай себя, в конце концов. Ну, зачем? Отвратительно это все, ребята. Ощущение у меня, что эта Виктория просто постебалась над Самвелом. Ну, вот я так вижу. То, что они малы, эти футболки, это одно. А то, что Самвелу вся эта одежда не идет абсолютно, это абсолютно другое. Шорты. Синие шорты очень длинные, где много накладных карманов. Самвел маленького роста. У Самвела короткие ноги. И эти шорты, Самвел, тебе очень длинные. Это на высокого парня или мужчину. На высокого. Хотя шорты имеют место быть, такие носят. Тем более в дорогу, если они удобны. Но не для тебя. Ты как карлик получаешься, дед шишок. Из-под шортиков, вот посмотри. Сейчас к себе обращаюсь, на себя в зеркало. У тебя сразу вот эти икры, ярко выраженные у тебя, четко такие вырезанные твои икры бутылками. Понимаешь? Вы выглядывают. Не идет тебе. Это на длинные высокие ноги. Это модель шортов. Для тебя эта модель очень длинная. 200 долларов выслали Самвелу. Самвелу, самому бедному, обязательно они нужны. Я бы на месте Самвелла сказала, ну вот эти деньги пойдут, конечно же, на засылку. Кстати, я, девочки, вот эти все слова сейчас проговариваю. Я не сомневаюсь в том, что Севка их туда и потратит. И мы с вами еще увидим его покупки. Да, будет что-то покупать и отсылать. Я уверена вот почему-то в этом. Не знаю. Я Самвелла не призываю здесь. Это его право. Это его деньги. Это его дело. Но я вот почему-то знаю уже Самвелла, уверена в том, куда он потратит эти 200 долларов. Так, что там было еще в посылочке? Вроде как все, да? На футболочках мы и закончим. Подведу черту и скажу свое мнение. Странная посылка. Абсолютно никому она не нужна. Очередной степ. Ну, поставим галочку. Разве что Самвелл снял еще один видосик. Вот это пошло ему на пользу. Было до чем заработать какую-то копейку. Ну, как бы и все, ребят, у меня все. До вечера. До свидания. До свидания. Продолжение следует...